привет друзья с вами джинлав и в этом видеоуроке мы подключим на наш сайт систему оплаты то есть система оплаты которую с помощью которой мы сможем продавать на своем сайте любые товары будь то цифровые товары информация книги или еще что-то подобное в общем все что можно скачать с интернета физические товары услуги и многое другое итак для того чтобы подключить систему оплаты вам сначала нужно зарегистрировать webmoney кошелек зайдите на сайт webmoney над этот сайт webmoney.ru заходите на него и здесь нажимаете кнопочку регистрация указывайте все данные номер телефона потом почта все свои данные указать и регистрируйтесь потом вам нужно создать свой кошелек я это показывать не буду почему потому что это не входит мой видеоурок и это вам нужно сделать самим еще я не показываю это потому что при регистрации указывается номер телефона а мой телефон уже подвязан я не могу еще раз на один и тот же телефон сделать регистрацию по этим двум причинам на самом деле здесь зарегистрироваться и сделать электронный кошелек очень просто как и в любой платежной системе и так что вам нужно будет сделать в этом на webmoney дать создать два кошелька сейчас я их покажу создать кошелек русский да с буковкой r и вот такие цифры ки будут у вас и создать кошелек долларовый то есть рублевый кошелек с буковкой r и долларовый кошелек с буковкой z если вы не знаете как это сделать в интернете есть много видео на канале youtube как зарегистрироваться и сделать кошелек также ей просто в гугле либо в яндексе можно почитать посмотреть как сделать электронный рублевый кошелек либо электронный доллар и кошелек на сайте webmoney все очень просто регистрируйтесь потом там будет нажать на создание кошелька и выбирайте какой кошелек вы хотите в итоге у вас должны после всего вы должны взять эти вот два значения рублёвый кошелек его номер и долларной кошелек его номер они нам понадобятся в будущем для того чтобы подключать систему оплаты на сайт итак после того когда вы все это сделали и когда у вас есть эти два кошелька только после этого вы продолжаете смотреть это видео и подключать систему оплаты на сайт и так поехали я предполагаю что у вас уже все есть и продолжаю вам рассказывать вернемся на google и смотрите первое что вам нужно сделать после создания электронных кошельков webmoney это набрать такую надпись в интернете наберем надпись глопард глопард нажимаем и смотрите у нас выскакивает такой сайт глопард точка ру выскакивает такой сайт нажимаем на него и сейчас у нас появится вот такая вот картиночка что нам нужно сделать здесь нам нужно зарегистрироваться нажимаем кнопочку попробовать бесплатно далее сюда указываем вашу почту которую мы придумывали ранее нажимали я зайду на нее сейчас и скопирую свою почту указываем сюда в это поле вставить указали почту далее здесь ставить нажимаете сюда чтобы подтвердить что вы не робот и смотрите тут вам предлагается какой-то вопрос да вот у меня сейчас предлагается вопрос выберете все изображения где есть мороженое да вот это просто проверка что я не робот. Ага, я вижу вот здесь есть мороженое, здесь есть мороженое и вот здесь. То есть вот две фотографии. Это как бы просто пример. Вот две фотографии, тут есть мороженое. Нажимаю подтвердить. Все, подтвержден, что я не робот, я человек и нажимаю кнопочку далее. Далее нам предлагается соглашение об использовании сервиса Glopart. Что такое это сервис и что здесь за соглашение? Это сервис, с помощью которой мы сможем продавать наши услуги, товары и так далее. Работает он следующим образом. Это собственно система приема оплаты и выдача нам денег на наш вебмани кошелек. Либо можно также на Яндекс кошелек, либо на другие кошельки. То есть с помощью него люди будут оплачивать у нас различные товары, услуги, да. И деньги нам будут перечисляться на наш вебмани кошелек. И за это, за то, что они это делают, они берут процент с той продажи, который мы сделали. Процент совершенно очень маленький, поэтому сервис Glopart очень выгоден. Здесь нажимаете я согласен с условиями внизу. И вот у нас появилась такая страничка. Тут нам сразу предлагают поменять пароль и подтвердить его нашу почту. Собственно, давайте зайдем в нашу почту. Вот пришло письмо подтвердить регистрацию. Заходим в нее. Мы видим здесь наш логин и внизу наш пароль для входа на Glopart. Далее нажимаем на надпись активация аккаунта. Нажимаем. Все, аккаунт активирован. Все мы сделали. Давайте теперь продолжим. Вернемся на эту страничку. И что тут нам предлагали? Нам предлагали также рекомендую указать наши персональные данные. Можем нажать здесь на указание наших персональных данных. То есть и здесь будем заполнять. Либо также можно в этой кладке нажать надпись персональные данные. Давайте так и сделаем. А здесь закроем. Вот здесь нажали персональные данные. У нас открыли здесь персональные данные. Здесь пишите свою фамилию. Я напишу Быков. Напишу здесь Анатолий. Смотрите. Также требуется подтвердить телефон. Потому что, смотрите, тут пишет. После этого операции, все операции, связанные с выводом средств, нужно будет подтвердить телефон. То есть вы здесь нажимаете на кнопочку, указываете свой номер телефона и вам придется смс-ка и подтверждаете его. Это для того, чтобы вы потом могли выводить средства. Это больше сделано для безопасности. Я пока этого делать не буду, потому что у меня сейчас демонстрационное обучающее видео. Итак, поехали дальше. Смотрите. Нам необходимо было сделать электронные кошельки на WebMoney. И, собственно, все. Это минимально, да? Смотрите. Почему именно рублевый и... Как его? И долларовый кошелек. Потому что сервис Glopert позволяет нам продавать товары как в рублях, так и в долларах. Если вы продаете товары в долларах, то вам будут переводиться деньги на ваш электронный кошелек в долларах. Если в рублях, значит в рублях будут переводиться вам деньги. Смотрите, что мы делаем. Вы берете свой рублевый кошелек, копируете или запоминаете и вписываете вот сюда. ВМР, где буква Р, тут тоже должно быть так же. ВМР. Вставляете свой рублевый кошелек. Также копируете и долларовый кошелек с буквой Z. Z это означает, что у нас долларый кошелек. Также копируете и вставляете вот сюда. Смотрите. Если вы хотите деньги выводить на какой-то другой кошелек, можно еще указать кошелек Kiwi и кошелек Яндекс. Но я считаю лучше в WebMoney, потому что там меньше комиссия при переводе денег. То есть указали свою фамилию, имя. И теперь берете и нажимаете сохранить. Вот у меня опять вышла такая штука, что произошла ошибка на сервере, данные ВМР уже используются другим пользователям. То есть, что это значит? Что я этот кошелек уже использую, я не могу подключить его в другом аккаунте. То есть, мне нужно опять же указать здесь какой-то другой кошелек. Давайте я для примера укажу какой-нибудь Яндекс кошелек. Сейчас вы минутку подождите, а я найду свой кошелек Яндекс и укажу. Вы же указываете свой долларовый или рублевый кошелек. Итак, смотрите. Я указываю свой Яндекс кошелек. И вставляю его вот сюда. Смотрите. Просто если вы не укажете доллары в кошелек, то вы не сможете продавать товары в долларах. Да? Принимать деньги в долларах. А так, в принципе, можно указать любой из кошельков. Итак, поехали. Нажимаю сохранить. Еще раз сохранить. И вроде бы все произошло хорошо. Никаких предупреждений нам не вышло. Значит, все у нас получилось. Теперь. Как подключить эту систему к нам на сайт и добавлять товары и продавать наши товары физические, цифровые и различные услуги? Смотрите, как это делается. Сначала мы должны оформить нашу страничку с товаром. Это первое, что нужно сделать. Давайте вернемся к нам на сайт. В общем, сейчас мы оформим страницу с картинкой нашего товара, с текстом и с кнопочкой «Купить». Именно это нам необходимо сделать перед тем, как подключать систему приема платежей. Так, я уже придумал страницу себе. И сейчас мы ее отредактируем. Поставим картинку с товаром, текст наполним и поставим кнопочку «Купить». Вот, страница у меня будет называться «Купить фотогалерею», «Феррари», такая-то, такая-то. Так, нажму «Редактировать страницу». Вы, собственно, тоже можете это сделать. Либо сделать любую страницу новую, либо в любой записи вы все это можете сделать. Так, сейчас страничка откроется. Открылась. Давайте добавим картинку с нашим товаром. Нажму «Добавить», нажму «Загрузить», «Выбрать файл». И здесь выбираю картинку с моим товаром. Нажимаю сюда, с компьютера. Сейчас загрузится. Загрузилось. Нажимаю «Вставить». Так, нажму «Визуально», чтобы посмотреть, как она выглядит. Смотрите, есть. А теперь давайте добавим сюда текст. Зайду сюда, зайду сюда. Так. Вставлю текст. Есть. Смотрите, вы вставляете свой текст или прописываете свой текст. Так, картинку выровняю по левому краю. Текст будет справа. Отлично. И давайте я еще и отредактирую, чтобы... Тут просто много белого фона. Нажмем карандашик. Нажмем «Редактировать оригинал». Здесь вот выделим мы таким вот образом. Нажмем... Нажмем «Обрезать». Далее протянем вниз, нажмем «Сохранить». Сохранить. Нажмем «Обновить». Все, у нас уже меньше. Обрезалось. Теперь давайте ее немного увеличим. Допустим, до таких вот размеров. Есть. Теперь давайте добавим вот сюда вторую картинку с кнопкой «Купить». То есть, это будет, опять же, обычная картинка с надписью «Купить». Нажимаем «Добавить медиафайл». Нажимаем «Загрузить файл». Выбираем файл. И выбираем ту картинку. Смотрите, сейчас я показываю этот пример. Вам нужно просто повторять и делать за мной, для того, чтобы у вас появился опыт, как это сделать. Нажму «Выровнять» по центру. И нажму «Обновить». А теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Здесь закроем. Нажмем «Просмотреть изменения». Так, смотрим. Ну, довольно-таки неплохо. Угу. Картинка слева. Справа какое-то описание. И кнопочку «Купить». Единственное, что можно кнопку «Купить» поставить повыше. Давайте так и сделаем. Вернем сюда. Я понял, в чем была ошибка. Просто нужно было нам ее расположить по правому краю. Итак, давайте выделим эту строчку. Расположим по правому краю. И кнопочку также возьмем и расположим. С центра уберем и расположим по правому краю. Так, также давайте нажмем на иконку с продуктом и нажмем «Удалить ссылку». Также давайте сделаем и здесь. Нажимаем на «Купить» на картинку и также нажмем «Удалить ссылку». Давайте теперь обновим и посмотрим, что у нас вышло. Обновили. Закроем здесь страницу. Просмотрим изменения. Нажимаем «Просмотреть». Да, сейчас уже более интереснее. То есть, есть картинка продукта, есть социальные сети поднялись вверх, есть кнопочка «Купить фотогалерею». Смотрите, для того, чтобы я вам смог продемонстрировать пример, я создал такой легкий продукт. То есть, здесь у нас идет бокс, где продаются 10 фотографий автомобиля «Феррари». Потому что я не могу просто поставить что-то и продавать, чтобы это сработало. То есть, система «Глопард», вот эта вот наша, где мы зарегистрировались за «Глопард», она проверяет, мы продаем реально что-то или мы просто обманываем людей. Поэтому, для того, чтобы мы могли пользоваться этой системой приема денег, приема оплаты, мы должны реально что-то продавать. А чтобы мы реально что-то продавали, мы это должны людям реально отдавать. Итак, для примера, чтобы я мог продать 10 фотографий, мне надо сделать следующее. Мне нужно, чтобы люди эти фотографии как-то получили. Сделать я могу это следующим образом. Я могу зайти сначала на свою почту и открыть здесь, допустим, «Гугл диск». И залить сюда эти 10 фотографий. Давайте я так сейчас и сделаю для примера. Вот мой «Гугл диск». Закрываю, нажимаю вот сюда и нажимаю «Новая папка». И давайте ее назовем так же. Копировать. Вставляем. И напишем здесь «Фото галерея». Нажимаем «Создать». Создаем папочку в «Гугл диске». «Гугл диск» – это как бы интернет-хранилище, где можно загружать различную информацию, будь то тексты, видео, картинки и так далее. Так, давайте теперь откроем эту папку и загрузим сюда фотографии. Нажмем «Создать» и нажмем «Загрузить файлы». Я уже приготовил 10 фотографий и сейчас я их выберу просто-напросто. Вот 10 фотографий «Феррари». Нажму «Открыть». Почему это необходимо сделать? Почему именно реально сначала нужно все подготовить, а потом уже подключать систему приема платежей к системе оплаты? Потому что, когда, если мы что-то не подготовим и начнем подключать, с глопарта зайдут администраторы и посмотрят, реально существует товар или нет. То есть, если реально товара не существует, допустим, они зайдут по ссылке, а никакого товара нет, тогда они не одобрят нам подключение системы приема денег за этот товар. Вот, мы загрузили 10 картинок. Вот он у нас здесь есть. Смотрите. Это я пока оставлю так. А теперь давайте вернемся к нашей странице. Вот она. Вот она, собственно. Смотрите. Как работает система глопарта, как мы с ней работаем? Смотрите, вы выставляете любое предложение на своей странице, совершенно любое. Будто физический товар вы продаете, будь то цифровой, да, который можно скачать с интернета, текст, контент или картинки, видео. Либо программы какие-либо. Либо услуги вы какие-то предлагаете. Для того, чтобы вы могли подключить форму оплаты глопарта, у вас должна стоять кнопочка «Купить», да, какая-то кнопочка «Купить». либо надпись текстовая «Купить», да, было написано это у вас на странице. Это первое, что необходимо. Второе, что необходимо. Вы должны, то, что вы предлагаете, да, сделать какую-то вторую страничку. Либо не страничку, либо какое-то, иметь, например, облачное хранилище, как Google Диск, да, либо Яндекс.Диск. Например, если я предлагаю какие-то видео, книги, текст и так далее, картинки, я могу это закачать на Яндекс.Диск или на Google Диск. И оттуда люди смогут это взять после оплаты. Вот у вас тоже должна быть такая же вещь, если вы предлагаете. Так же у вас должно быть какой-то доступ к товару. То есть после оплаты люди должны получить доступ к товару. И этот доступ, как правило, передается ссылкой. То есть должна быть ссылка, допустим. Чтобы любой человек мог получить доступ к этому товару, то есть к 10 картинкам Феррари, я после оплаты человек от меня получит ссылку. И какую ссылку он получит? Нажимаю, допустим, вот сюда. И вот здесь есть такая надпись «Включить доступ по ссылке». Нажимаю на нее. Все. То есть, и вот эта ссылка внизу. Вот здесь выбираем «Чтение». И вот эта ссылка. Вот я могу ее скопировать. Вот я копирую эту ссылку. Скопировал. И если я кому-то дам ссылку, то человек получит доступ к этим картинкам. И сможет их скачать, посмотреть и так далее. Вот. Вы можете не обязательно иметь ссылку, да, для цифрового товара. Если у вас физический товар, там другое. Там вы должны указать страницу, да, допустим, страничку, ссылку на страницу своего сайта. Да. Какую-то другую страницу, которую человек увидит после оплаты. с дальнейшими инструкциями, как он получит товары и так далее. Но если это физический товар, если с цифровой, то тут намного легче. Если с услугами, в принципе, тоже. В общем, вы поняли. У вас должно быть две ссылочки. Ссылка на страницу, где расположена кнопка «Купить». И вторая ссылка – это на страницу, либо на какой-то сервер, да, где человек может получить этот товар. То есть, в основном, у вас должны быть две ссылки. Итак, ссылка на страницу с кнопкой «Купить» у нас есть. Она у нас отображается вот здесь, вот вверху. Вот. И вот она у нас прописана тут. Вот. «Покупатели Феррари». Почему вот здесь? Потому что вот здесь это у нас предварительная, да. Мы нажимали кнопочку «Просмотреть», и вот эти вот цифры, да, и буковки – это предварительная ссылка. Давайте ее закроем, вернемся на нашу страницу, еще раз на всякий случай обновим, и нажмем вот здесь вверху «Просмотреть страницу», чтобы узнать окончательную нашу ссылку, реальную ссылку, которая на эту страницу есть. Нажимаем «Просмотреть страницу». Вот это окончательная ссылка, да, «Покупатели Феррари». Вот так нам, да, у нас прописано. И вот здесь смотрим эту страницу. Вот. Это первая ссылка. Ссылка на страницу, где расположена кнопка «Купить». Есть. Вторая ссылка тоже есть. Это вот она, ссылка, по которой человек получит товар. Например, я сейчас ее скопирую, нажим «Копировать». Зайду в Яндекс. Сейчас давайте это закрою. Так. И сюда вставлю эту ссылку и перейду по ней. И у меня сразу здесь откроются те 10 машин, которые человек получит. То есть, вот, он может на них нажать, посмотреть, полистать. И также он может их скачать к себе. То есть, нажимая сюда, он вот здесь может нажать кнопочку «Загрузить». Также может добавить себе на диск, на Google Диск. Итак, поняли, что нам нужно? Ну, то есть, нам нужны две ссылки. Первая ссылка – это у нас со страницей, где есть кнопочка «Купить» и предложение товара. А вторая ссылка – это то, откуда человек может получить этот товар. Разобрались. Теперь пойдем дальше. Смотрите, возвращаемся в Glopart. Вот здесь мы все сохранили. И теперь нажмем, давайте, на мой профиль. Есть. Прокрутим вниз и нажмем «Сменить тип аккаунта». Сейчас я вам кратко об этом скажу. Смотрите. Сейчас у нас бесплатная версия, да? Мы сейчас ни за что не платили, и нам на бесплатное предлагается попробовать, как работает Glopart. То есть, мы можем добавить какой-то один товар, две промо-акции, и написано «Список покупателей 2». Смотрите. Вот это вот, «Список покупателей 2». Здесь подразумевается не то, что у нас всего будет два покупателя, а то, что здесь будет две системы рассылок. То есть, можно еще рассылки делать. Но, как правило, этим никто не пользуется, это вам не нужно. В общем, просто нам дается попробовать вот этот бесплатный вариант на один товар, чтобы увидеть, как наша вся система ихняя, то есть, Glopart, работает. Смотрите. Если вы планируете пользоваться и продавать много услуг и товаров, да, как физических, цифровых, или услуг каких-то, то лучше брать сразу премиум. Она стоит недорого, вот 2 900, и вы платите всего лишь один раз в жизни, заплатили 2 900, и что вам дается? Вам дается неограниченное количество товаров, которые вы можете сюда добавлять, да, потом неограниченные различные акции, которые вы можете подключать к этим товарам, и продавать товары стоимостью до 30 000 рублей. То есть, таким вот образом. И еще вот такую память хранения. То есть, если вы планируете продавать не один товар, не 3, не 5, а продавать много, то есть смысл приобрести премиум аккаунт, да, то есть, премиум подключиться. У меня, я сразу подключился к премиум, потому что нет смысла подключить эти light, стандарты, их нет смысла подключать. 5 товара, 3 товара всего лишь, очень мало. Итак, подключайте в будущем вот такой вот премиум. А сейчас мы перейдем к демонстрации, как это все работает, как подключается. Итак, поехали. Нажимаем на надпись вверху товары. Смотрите, вы сейчас можете смотреть, чтобы просто понять идею, а потом можете это сделать. А можете пытаться делать вместе со мной. Но я думаю, вы вместе со мной одновременно сделать не сможете, потому что вам нужно придумать какой-то товар, куда-то его закачать, и оформить эту страницу. Поэтому, возможно, вы сейчас только посмотрите. Но от этого тоже есть польза. И в будущем вы сможете по этой инструкции моей уже оформлять страницы с товарами, с услугами, и их предлагать продавать. В общем, нажимаете на товары, потом добавить товар. Смотрите, тут мы выбираем, какой товар мы будем продавать через сервис Глопарта. Цифровой, физический, подписка, пин-код. То есть, что это означает? Если нажать вот сюда, у нас будет описание, что означает какой товар. Ну, физический товар – это, допустим, книги, DVD, или любой физический товар. И так понятно, да? И он продается следующим образом. То есть, человек оплачивает, и вы каким-то образом ему доставляете. То есть, это физический товар. Дальше. Цифровой товар – это тот товар, который человек скачивает с интернета. То есть, подписка – это подписка, когда вы указываете код какой-то страницы доступа к какому-то контенту. Это подписка. И также пин-коды. То есть, вы можете продать какое-то программное обеспечение и продавать пин-коды к ним. Вот, высылать. После оплаты. Но это кратко. Давайте нажмем цифровой товар. Дальше, что здесь вы пишете? Вы пишете наименование этого товара. То есть, я, допустим, пишу фотогалерея фотогалерея Феррари такая-то, такая-то, да? Прописываю здесь. Здесь я прописываю название товара, которое я продаваю. Дальше. Вот тут указано сайт автора. Что это значит? Это значит, надо указать ту ссылку, где расположено наш товар с кнопочкой «Купить», да? То есть, указать ту ссылку. Вот эта страница и вот ссылка на эту страницу. Именно эту ссылку нам надо туда указать. Почему это нужно? Это нужно для того, чтобы администраторы и глобар перешли по этой ссылке и проверили, есть ли там на этой странице предложение товара и есть ли там предложение купить товар. то есть, кнопочка либо надпись «Купить». Если это есть, они это дело одобряют и вы проходите как бы модерацию и вас обслуживают в общем. Нажимаете, вставляете сюда эту ссылку и также можно нажать кнопочку «Проверить». То есть, если открывается именно та страница, значит, все работает. Дальше. Смотрите. Продавать товары через глобарты или физические, либо любые другие можно не только через свой сайт. Можно продавать через «Контакт», через любую другую социальную сеть. Просто вы будете указывать социальную сеть свою, где вы продаете товар. То есть, можно любую страницу. Главное, чтобы там было описание товара, сам товар, предложение и кнопочка «Купить» или надпись. Дальше. Смотрите. Тут вы указываете цену, сколько это будет стоить ваш товар. Например, я укажу цену небольшую, потому что это у меня такое демонстрационное. видео. Я укажу, например, 100 рублей. Смотрите, что будет. Итоговая цена будет 160 рублей. То есть, 100 рублей получу я, 60 рублей получит глобарта. Если, допустим, укажу 1000 рублей, то что будет дальше? 1000 рублей получу я после оплаты, а 60 рублей возьмет глобарта. Это комиссия сервиса. То есть, у них комиссия 60 рублей минимальная. То есть, отличный вариант. Можно продавать за 3000 рублей что-то. Я получу 3000 рублей, они получат 90 рублей за свой сервис. Смотрите, также здесь есть такие две галочки. Продажи активны и запланировать запуск товара на дату. То есть, что это значит? Если у нас стоит галочка продажи активны, то как только мы все вот эти настройки пройдем, люди сразу смогут заходить на наш сайт, на эту страницу нажимать кнопку купить и сразу смогут оплатить. Да? Вот. После проверки всех этих данных, да? После, когда все мы пройдем, и тут все одобрят. Смотрите, если вы еще не все настроите, еще не все настроили, да? Продажи убирайте. Я рекомендую делать так. Сначала продажи убрать. То есть, продажи сейчас неактивны. А потом мы их включим. Также можно поставить галочку запланировать дату запуска товара, да? То тут указываем дату и время, когда кнопочка вот эта вот купить, да, будет работать. И люди с клика на нее, они смогут купить. Вот. А сейчас, если мы, да, все настройки пройдем, галочки продажи активно нету, то сколько бы на нее ни кликали бы они, купить они не смогут. Так, продолжим. Сейчас убираем это все. Оставляем без галочек. То есть, сейчас продажи неактивны. Я поставлю цену 100 рублей и пойдем далее. Нажимаю Далее. Сюда можем закачать изображение товара. Это для чего? Смотрите, это не для наших посетителей сайта. Это для того, чтобы люди, которые заходят на Глопарт в каталоге товаров вот здесь, тоже видели картинку нашего товара и тоже с сайта Глопарт могли его приобретать, да? Или перепродавать по партнерской программе. Ну да, выпустим. Давайте загрузим какое-нибудь изображение. То же самое. Загрузили. Далее. Нажимаем Далее. И смотрите, что здесь идет, да? Здесь есть такая надпись подключить партнерскую систему. Что это означает? Допустим, мы продаем наш товар за 100 рублей. Если его купят, то я получу 80 рублей, а партнер, который продал мой товар, получит 20. То есть, тут мы указываем, сколько мы хотим дать партнеру. Мы можем дать 50% партнеру. То есть, я 50% получу, и он 50% получит, если он продаст мой товар. Вот. И так далее. Можем тут любые проценты указать, сколько мы хотим делиться с партнерами. Да? Чтобы они тоже продавали наши товары. Итак, если мы этого не хотим, мы нажимаем партнерскую систему, как бы, убираем галочку отключить и нажимаем потом Далее. Я для примера покажу, чтобы это просто у вас было. Ну, например, поставлю 10%. Динамические ставки я пока еще сам не ознакомился, но и это пропустим. Я думаю, там ничего нового особо не придумали. Вот. Есть еще партнерские системы, то есть, двух уровней. То есть, мы сначала платим столько-то, потом, когда он продает больше, либо меньше, платим меньше. То есть, есть двух уровней партнерская система. Ладно, сейчас давайте поставим партнерам 10%, если они будут продавать наши товары. Нажмем Далее. Если мы этого не хотим, просто убираем галочку, и любой человек, купивший наш товар, будет все деньги поступать нам. То есть, партнеры не смогут продавать наши товары, только мы сами. Так, это я оставляю 10%. Нажму Далее. Смотрите, тут, это тоже для глопарта, мы выбираем тему, да, к чему это относится. Наш товар, да, образование, софт, бизнес, развлечения, деньги, маркетинг, и так далее. Допустим, я здесь укажу прочую галочку, и вторую галочку я укажу развлечения, допустим. Вот. Смотрите, тут прописывается описание товара, да, это прописывается описание для партнеров, то есть, тут вы пишете для партнеров, о чем этот товар, если они будут его продавать, да, то есть, как работает. Вы пишете описание для партнеров, смотрите, вы пишете, что я плачу, допустим, там, 50% партнерам, если вы будете продавать, там, будете столько-столько получать товар, такой-такой, то он хороший, он будет продаваться, это для партнеров пишите. Если, как бы, вы вас не подключаете к партнерам, да, это не надо. Я сейчас это пропущу. Нажимаю Далее. Далее, смотрите, тут вот указываете тип поддержки, то есть, смотрите, тип поддержки, это означает, кто будет работать с вашими клиентами, да, именно по поддержке. Допустим, у клиента возникнут какие-то вопросы, и они хотят их задать, и вам здесь нужно выбрать следующее, поставить галочку ссылка на вашу службу поддержки, то есть, вы, допустим, ставите туда ссылку на вашу службу поддержки, ну, возможно, это будет страница с контактами, да, там, реквизиты, контакты, данные, то есть, вы указываете ссылку на вашу страницу поддержки, допустим, на контакты, да, вот, вы указываете ссылку на себя. я пока поставлю галочку вверху, то есть, напрямую через меня, то есть, через почту связываться со мной, потому что у меня это демонстрационный образец. Теперь смотрите, тут есть такая надпись, поле телефон, обязательно ввести телефон при покупке, что это означает, то есть, если будет галочка стоять, то покупатели перед тем, как купить, должны обязательно указывать свой телефон. Давайте я вам продемонстрирую всю эту нашу систему. Зайду на свой сайт и покажу, как это все работает. Вот, допустим, есть такой видеокурс, да, такой вот видеокурс. Сейчас откроется страничка, вот есть такой видеокурс. Картинка, внизу кнопочка «Купить». То есть, работает таким образом. Человек нажимает «Купить» и открывается форма для оплаты. То есть, он может купить через карточку банковскую, через Яндекс.Деньги, Киви-Кишелек, также через терминалы, переводы, опять же, банковские карты, электронные деньги и через телефон даже. Вот, для оплаты ему необходимо указать фамилию, имя, отчество и телефон. То есть, либо имя, или не телефон, а почту. То есть, сейчас ему нужно указать какие-то инициалы свои и почту. Вот, если мы вот здесь поставим галочку «Обязательно ввести телефон», то еще будет требоваться и телефон для оплаты. Также, справа прописывается у нас «Кто продает это?» Да, тут прописываем мои фамилии, мои отчества и название товара. Когда он свои данные указывает, просто нажимает перейти к оплате и легким способом оплачивать. Так, я пока указывать телефон не буду ставить галочку. Здесь вот это Яндекс. Яндекс. Аналитика. Я тоже это указывать не буду и рассказывать подробно. Это скажу кратко. Это для того, чтобы следить за тем, сколько людей кликают на ваши кнопки «Купить». Это как бы счетчик такой. Нажму «Далее». Вот, теперь самое главное. Тут нужно указать ссылку, которую человек увидит после оплаты. То есть, допустим, он зашел к нам на сайт, указал все данные, оплатил и что он получит? То есть, какую страницу он увидит после оплаты. Так. Указываем ссылку. В нашем случае это ссылка на товар, а именно вот эта ссылка, где у нас эти картинки с галереями, да? Вот в гугле. Нажимаем сюда. Копируем эту ссылку и возвращаемся в «Синглопарт». Ставить. Вставили эту ссылку. Также тут нужно указать ссылку на какую-либо страницу, если человек откажется вдруг от оплаты. Вот. Дальше, смотрите. Для того, чтобы еще больше данных получать от клиентов, мы можем поставить галочку «Передавать параметры заказа вместе с запросом». То есть, человек когда заказывает, все его данные, там, почта, телефон и так далее, все передается к вам на почту. Все данные о заказе. Тут можно нажать «Подробнее почитать». то есть, тут показан пример. Имя покупателя, кто покупает, что покупает, ну, все данные передавать. Тоже это можно сделать так. Так, ссылку при отказе оплаты от товара. Тоже, смотрите, здесь просто указывайте ту ссылку, которую человек увидит при отказе оплаты. я, допустим, укажу ту же самую ссылку на товар. Вот, тут есть, смотрите, включить дополнительный текст «Письмо об успешной оплате». Вот это надо указать. Ставить здесь галочку и здесь пишем. Смотрите, пишем здесь следующее. Допустим, пишем такую надпись «Поздравляем с приобретением товара». Вот, данный товар вы можете получить, перейдя по такой-то такой-то ссылке. Также можно ссылку здесь продублировать. Вот, мы ее указали здесь, то есть она у него в любом случае высветится. Также мы уже можем ее указать эту ссылку в письме. Далее нажимаем, это я не буду делать, нажму «Сохранить». И вот у нас, смотрите, появилось две ссылочки. Слева ссылка на форму оплаты, справа ссылка на партнерскую страницу. Сначала я скажу, как работает ссылка на партнерскую страницу. Смотрите, когда человек, любой партнер берет эту ссылку и у себя где-то публикует ее, ставит на какие-то картинки, на текст и рассказывает о вашем товаре. Любой человек, который переходит по этой ссылке к вам, попадает на вашу страницу. То есть он попадет на вашу страницу с товаром. Наша ссылка, ссылка на форму оплаты, вот эта, она нам нужна для того, чтобы ее подключить на нашу кнопку «Купить», да, либо на нашу надпись «Купить». Именно она нам нужна. Мы берем и выделяем. Так, секунду. Берем ее, выделяем эту ссылку и копируем. Также можно нажать вот сюда просто, и она тоже скопируется. Вот, скопировали эту ссылку, теперь возвращаемся вот сюда, на наш сайт. Сейчас нам нужно поставить на вот эту картинку «Ссылку купить». Давайте нажмем «Редактировать страницу». Теперь нажмем «Добавить», то есть нажмем на картинку, нажмем на «Вставить изменить ссылку» и вставим ту ссылку, которая есть. Вставим и укажем «Открывать в новом окне». Нажать «Добавить ссылку». Все. Теперь давайте проделаем то же самое еще и с текстом, да, ну, на всякий случай, просто, чтобы было понятно. Нажмем на «Текст», просто спустимся вниз, пропишем «Купить фото галерею». Вернемся сюда. И выделим этот текст. Нажмем «Вставить ссылку» и вставим такую же ссылку. Добавить. Все. Это для примера. Либо к тексту можно это присылать, либо к картинке. Неважно. Нажимаем «Обновить». Так, еще я хочу, чтобы это было также по правому краю. Сюда нажмем «Обновить». Теперь нажмем «Просмотреть изменения». И все, мы подключили. Теперь смотрите, когда человек кликает на эту ссылку «Купить фото галерею», либо кликает на эту картинку «Купить фото галерею», то он попадет на страницу форума оплаты. Но сейчас это может не произойти, смотрите, из-за того, что наш товар не проверен. Давайте нажмем «Купить фото галерею». Видите, товар пока заблокирован. А он заблокирован по двум причинам. Либо его не проверил глопард, а как он его проверяет? Он проверяет его следующим образом. Он заходит на эту ссылку, которую мы указывали, и смотрит, есть ли товар, который мы обещали. А мы обещали картинки. Если этот товар есть, то он одобряет. Но в нашем сейчас случае товар заблокирован почему? Потому что мы не поставили галочку «Активные продажи». Нажмем еще раз «Товары». И здесь видите надпись «Неактивен». Теперь нажмем «Еще» и нажмем «Редактировать». Теперь смотрите, ставите статус «Продажи активны» в галочку. Нажимаете «Далее». Нажимаете «Далее». Везде в принципе «Далее». 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 «Сохранить». Все сохранили. Давайте вернемся на нашу страницу. Обновим. Обновили. И еще раз попробуем нажать на любую надпись «Купить фотогалерею». Нажимаем. И видите, все работает. То есть сейчас все, что мне нужно для того, чтобы оплатить и купить этот товар, указать свое имя, фамилия, имя, отчество. Например, могу указать только имя. Например, Анатолий. А вот сюда указать почту. Ну, я, например, укажу свою же почту вот эту. То есть, допустим, эту же почту и укажу. Указал почту и все. Тут, смотрите, если человек оставляет галочку, то он будет еще получать письма о разных акциях от Глопарт. Но мне это не надо, я это уберу. Дальше я выбираю способ оплаты. Допустим, я выбираю банковскую карту. Нажимаю банковскую карту и перейти к оплате. 172 рубля указывают данные и оплачиваю. Смотрите, если я возвращаюсь, я могу выбрать другой способ, там, Яндекс.Деньги. Нажимаю перейти к оплате. Тоже как бы могу все оплатить. Все работает идеально. Вернусь назад. А, уже отсюда не вернусь, потому что с некоторых страниц не возвращает. Ну, давайте теперь проверим другой вариант. Нажмем на надпись купить фотогалерею. Видите, он, кстати, нас еще запоминает, что мы уже вводили данные. И мы можем выбрать оплату через сотовых операторов. То есть, можем с телефона также оплатить. Выбрать телефон Beeline МТС Мегафон, да? Допустим, Мегафон. И нажму перейти к оплате. Также могу указать свой телефон и с телефона деньги снимутся. То есть, система идеальная Glopart для оплаты товаров и услуг. То есть, все работает отлично. Самое главное, чтобы вы, когда оформляете товар, сначала оформили вот эту вот страницу, да? С надписью купить и так далее. Потом вы должны оформить страницу, которую человек увидит после покупки товара. В данном случае у нас это была вот эта вот страница, да? Ссылка на эту страницу с картинками. То есть, вот и все. Смотрите. Естественно, я сейчас кратко объяснил про Glopart. О более подробной информации вы сможете узнать здесь. Вот есть такая надпись продавцам. нажимаете ее. И здесь есть вот, да? Как пользоваться Glopart, как добавлять товары, все настраивать и так далее. Очень пробная видеоинструкция. Теперь, сейчас давайте нажмем назад. Также по своим продажам вы сможете смотреть статистику заказов. То есть, все в графиках, все классно показывается. Заказы ваши. Да, вот видно, что какой-то Анатолий, то есть, я заходил и делал заказ. Но еще статус просто создан, но не оплачен. То есть, все фиксируется. Партнеры, сообщения и так далее. про партнеров и другие вещи вы узнаете уже сами самостоятельно. Самое главное, что я вам показал, как пользоваться Glopart и как он работает. Теперь вернемся на свою страницу. И на это мой видеокурс закончен. Смотрите, я вас поздравляю с прохождением курса. Надеюсь, вам все было понятно и вы все сделали и сделали себе сайт такой, какой вы хотели. Итак, смотрите, если у вас возникнут какие-то вопросы, то перейдите на мой сайт. Сайт называется ginlove.com Давайте я обновлю. ginlove.com Перейдите. Здесь есть такая надпись контакты. И вот мои контакты для связи со мной, если у вас возникнут какие-то вопросы по поводу видеокурса. Скажу пару слов. Мне было приятно делать этот видеокурс для вас. И надеюсь, что я смог вам помочь с созданием самостоятельно сайта. Еще увидимся пока.